Научные коллаборации. Дом с таким необычным названием открылся на базе классического университета. Впервые за долгое время нашей съемочной группе удалось свободно попасть в учебное заведение, где нам обычно не рады. Попали, правда, не благодаря пресс-службе вуза, а другое – Министерство образования и науки. Повод того заслуживает. Талантливым школьникам региона дадут возможность проводить свои исследования вместе с учеными-наставниками. Робот въезжает. Поворачивает, поворачивает, поворачивает. И в конце только забираете один кусочек хода. То есть ваша задача сейчас – сделать так, чтобы ваш робот как можно быстрее добрался до финиша. Эта своеобразная школа будущего рассчитана на 400 юных талантов и их педагогов. Урок технологии, урок биологии, урок химии – это лишь малая часть образовательных проектов, которые здесь планируют реализовывать. На занятиях скучно не будет. Максим Нинашев любит работать с компьютером, а сюда пришел изучать тонкости робототехники. Тут есть экран, есть всего два, три, четыре, пять, шесть кнопок. И все уводится на этом экране, все достаточно просто. А вот его соседка по парте Варвара Полякова в изучении робототехники уже давно не новичок. Это робототехника, мне кажется, и химия, биология. Это же девочка интересна с роботами? Да, интересно. Программировать и узнавать новое. Здесь, конечно, для ребят открывается широкий простор соединить знания школьные с теми знаниями, умениями, компетенциями научной проектной исследовательской деятельности, которые будут в ДНК. Ни для кого не секрет, что молодые таланты часто уезжают из региона. За знаниями они едут в Екатеринбург, Москву, Питер. Создатели Дома научной коллаборации уверены, что сейчас все может измениться. Мы и создали этот центр ДНК для того, чтобы показать, что в Балтайском крае можно получать хорошее образование, нужно оставаться здесь и развивать городной регион. Повысить здесь квалификацию могут и педагоги. Кстати говоря, подать заявку на сайте может любой желающий. Правда, не факт, что все попадут в стены вуза. Нашей съемочной группе теперь, видимо, повезет еще не скоро. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком.